Добрый вечер! Зима закончилась внезапно, ну вот приятная неожиданность, хоть от природы приятного дождались. Конечно, возможно рецидивы, однако ранняя весна все-таки вступает в свои права, и вот она несет с собой новые заботы, причем с опережением на полмесяца против обычного минимума. Поговорим о заботах аграрных. Посевная скоро, обсудим аграрные финансы, хватит ли средств, как и куда аграрий намерен эти миллиарды расходовать. А начну, как обычно, в пятницу с обзора того, что произошло и о чем мы узнали на уходящей неделе, тоже про деньги. Регион получит 920 миллионов рублей с федерального бюджета на развитие системы дошкольного образования. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов в тех районах, где наблюдается наибольшая нехватка мест в дошкольных учреждениях. Алтайский край занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа по темпам инфляции – более 2,5% с начала года. Объявлено, что просроченная задолженность жителей Алтайского края по ипотеке составила 327 миллионов рублей, или 1%, что несколько выше уровня задолженности по Сибири в целом. Главной теме – полевой сезон в этом году, как говорят, начинается на 2-3 недели раньше традиционных сроков. Вот в степной зоне края на минувшую неделю приступили к весенним работам. Засевать будут примерно столько же по краю, как и год назад. Вот с деньгами обещает государству не поскупиться, несмотря на непростую ситуацию в экономике. Ну, к тому, что бюджетная поддержка аграрного сектора исчисляется миллиардами рублей, мы, собственно, уже привыкли. Вот в прошлом году аграрии Алтая получили почти 6,5 миллиардов. Думаю, в этом году будет сравнимо. Алтайский край вошел в тройку регионов-лидеров, где аграриям будет оказан наибольший объем господдержки. Основная сумма средств господдержки, которую уже получили алтайские аграрии из федерального бюджета – это погектарные субсидии. Миллиард с лишним уже получен. Кроме того, в регионе продолжится реализация целого ряда специальных программ по поддержке животноводства и растениеводства. Широкомасштабной отраслевой поддержкой, в общем, понятно. Это федеральный бюджет и краевой бюджет в силу своих возможностей, конечно. А мы давайте присмотримся к частностям, например, к жизни отдельных хозяйств. Они поддерживаются меньше, чем крупные агрохолдинги, об этом говорят сами крестьяне. Вот и поддержка-поддержка от государства, но без кредитов сегодня не обойтись, особенно фермерам. В итоге закредитованность аграрного сектора остается высокой. Это вообще минус, как для сельского хозяйства в стратегическом-то аспекте, так и для самих аграриев в аспекте тактическом. Из-за прежних кредитов они сейчас не могут взять новые, а значит, не могут засеять все свои площади, а значит, подвергаются, в общем, справедливым взысканиям контролирующих инстанций. Не могут получить деньги. Для проведения самых необходимых расходов на киарах, в среднем отчасти, об адекте говорить не приходится. Но для Российскоснадзора это не аргумент. Он грозит наложение справа на принадлежащие исполнительные сельские господозначения. Что же делать? Ну вот бороться с закредитованностью сегодня, похоже, нереально. Власти идут на то, чтобы помогать фермерам брать новые кредиты. Нашим аграриям пообещал помочь в этом сам министр сельского хозяйства, побывавший недавно в Барнауле. Некоторые эксперты, кстати, уже говорят о возможности аграрной финансовой пирамиды, когда государство будет просто вынуждено выкупать долги у крестьян, чтобы не допустить их массового разорения. Но пока что деньги льются рекой. Но есть еще в этом году обстоятельства, увеличивающие потенциальные расходы. Синоптики дают не самый благоприятный прогноз на аграрный сезон. По прогнозам, ранняя весна сменится сухим летом, возможно засуха. Это означает, что в регионы понадобятся экстренные и очень большие финансовые вливания, без которых хорошего урожая не будет. А реплика сегодня звучит так. Ну, раздаются голоса, что денег нашим аграриям, да-да, вот этих шести с лишним миллиардов может просто не хватить. В любом случае, колоссальная сумма для небогатого региона, 6 миллиардов, согласитесь. И вот хотелось бы, знаете, все-таки понимать четко и ясно критерии эффективности этих трат. Увидимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин